Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вы знаете, я вчера, когда прочитал эту новость, я подумал, что это шутка. Но нет, это не шутка. Тема Максаковой опять на повестке дня. Я вообще не понимаю, как это может быть на повестке дня. Человек, будучи государственным мужем, если можно так сказать, депутатом Государственной Думы, вдумайтесь, уехал на Украину, поливала грязью Россию, вернулась, и ей здесь предоставляют эфирное время на всех центральных каналах, делая на этом рейтинг. Это как такое может быть вообще? Это даже из уважения к государству, к нашей стране, этому человеку секунды эфирного времени не надо давать. Но журналисты в ряд выстроились, чтобы дать ей эфирное время. Вы вдумайтесь только, а где самоуважение? Где патриотизм? Я ничего не могу понять. И полощут ее там и квартиры, и мать, и дети, лишь бы рейтинг сделать. Да заглохните вы уже с этой Максаковой. Вы понимаете, она никому не интересна, Максакова. Но то, что сделал Малахов, я промолчать не могу. Он встал перед ней на колени. Вдумайтесь, друзья. Я не думал, что этот человек может опуститься так. Для меня лично, это мое оценочное суждение. Вы понимаете, мне так кажется. Это просто ужас какой-то. Ей нельзя вообще эфирное время давать. Как можно взять человека, который поливал грязью в страну, будучи до этого в Государственной Думе, пускать центральные телеканалы, давать эфир, чувствуя, что есть рейтинг. Ради рейтинга, вы понимаете, готовы на все абсолютно. Ну, разве после этого можно уважительно относиться? Это ужасно абсолютно, я считаю. Нужно забвению было придать Максаковой. Пусть она своими делами занимается, решает и квартиры, и машины, и все. Как только она появилась здесь, тут же опять все программы с ней. Я ничего не могу понять. У нас других проблем нет, кроме Максаковой. Херню этой, значит, людям мозги разжижать. В чем проблема, я не могу понять. У нас нет других проблем в стране. Откройте новости, там миллион новостей, о которых можно рассказать по федеральному телевидению, для того, чтобы помочь решить проблему людей. Это не канал на Ютюбе, который смотрит определенное количество людей, совершенно небольшое. Это миллионная аудитория, десятки миллионов людей, не только в России, но и по всему миру. Это же ужас просто какой-то. Прости меня, правда. Малахов в эфире своего шоу встал перед Марией Максаковой на колени, друзья. У меня слов нет просто. Телеведущий попытался извиниться за приглашенных на шоу гостей. Новый эфир скандального ток-шоу Андрей Малахов «Прямой эфир» был посвящен уже в который раз истории Марии Максаковой. Но взял бы на год просто и Максакову снимал одну. Значит, тем для... Вот до чего «Привет, Андрей!» программа душевная бывает у него, хорошая очень. И до чего программа, значит, «Прямой эфир» это просто какой-то слив натуральный. Тем для обсуждения в ее жизни недостаточно, предостаточно, вот видите, недостаточно. Недостаточно, нечего обсуждать, предостаточно. И недавнее ограбление, и сложное отношение с родственниками, и, конечно, ее украинский период жизни с мужем Денисом Вороненковым. Неожиданно для многих, покойным, кстати, в числе гостей, приглашенных для обсуждения, оказался отец киллера, который убил ее супруга, бывшего депутата. Вы просто вдумайтесь на секундочку. Я не видел эту программу, но если это так, это просто трэш. кто отвечает за это, кто додумался позвать в гости отца киллера, который убил ее мужа. Это же просто вообще уже, понимаете, это не просто берега попутать, это вообще их не видеть уже. Ну это же, я не знаю, друзья, ну как это можно показывать в таком формате? Значит, по словам Малахова, до эфира мужчина клялся, что хочет извиниться за сына перед оперной певицей, но в ходе шоу повел себя странно. Александр Поршов заявил, что не собирается просить прощения. Более того, он обвинил Вороненкова в том, что беглый депутат использовал закон в своих корыстных целях. В результате Максакова просто разрыдалась в эфире, а телеведущий, дабы разрыть обстановку и успокоить главную героиню, встал перед ней на колени. Просто это, эти кадры, это вот, знаете, заставка прямого эфира теперь должна вот выглядеть вот именно вот так. Я хотел, чтобы это был урок родителям, которые не воспитывают своих детей, а потом расплачиваются за таких подонков, которые убивают. Прости меня, правда, эмоционально произнес Малахов. Значит, вы знаете, я хочу сказать, что это просто за пределами разума человеческого понимания. Почему? Потому что в первую очередь эта Максакова, она замордовала уже, вы понимаете, всех эта тема, связанная с ней. Что там можно обсуждать столько, я не могу понять. За это время, сколько программ было посвящено, ей можно обсудить уже все абсолютно, включая размер ее нижнего белья. Вопрос в другом заключается в том, почему дают эфирное время на эти темы. Почему федеральный государственный телеканал муссирует личную жизнь бывшего депутата Государственной Думы, которая бежала на Украину, поливала грязью Россию. Мужа ее, тоже депутата, там застрелили, насколько я понимаю, на Украине. Значит, и здесь ей дается эфирное время, без проблем, без всяких. И страна, просто вот вы понимаете, те, кто смотрит, так сказать, телевизор, те, кто смотрит в это время программы вот эти, значит, вынуждены смотреть Марию Максаковой. Больше нечего показать. Вот больше не о чем рассказать, я просто не могу понять. Вы вдумайтесь только на секундочку, сколько в стране проблем, о которых можно рассказывать, в то время, когда, значит, идет программа Малахова. Он ДНК сделал всей стране, теперь видим Мария Максакова. Только она пересекает границу, мне кажется, значит, она еще в воздухе находится. Ей уже, мне кажется, звание от журналиста, чтобы ее пригласить на эфир. В чем магия Максаковой? В чем ее такая притягательность, что ее нужно срочно пригласить? Что она такой рейтинг обеспечивает? Я не просто не могу понять. Я не могу сказать, что какой-то рейтинг, какие-то особые просмотры там с этой Максаковой и так далее. Но, то, что Малахов встал на колени перед ней, друзья, а вот, скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что Малахов встал на колени? Вы вообще читали заявление Максаковой, когда она была на Украине о России? Видимо, в тот момент ей было удобно говорить те вещи, которые нужно было говорить, да, на Украине, чтобы там, что называется, тепло было ей, да? И вы вообще, вот, почитайте ее заявление. И как вы относитесь, мне это интересно, напишите в комментариях, что Малахов, ведущий государственного, федерального телеканала, встает на колени перед, неважно, что он пригласил, там ошиблись, может быть, там еще что-то, гость странно себя повел, встает на колени перед человеком, который фактически, фактически, поносил, поливал грязью нашу страну, Россию. И он встал перед ней на колени. Я вам хочу сказать, что в уважающей себя стране телеведущего давно бы уже уволили. Просто-напросто. Потому что, если вы почитаете ее заявление, вы будете просто шокированы, какие она в свое время о России делала заявления. И он, несмотря на все на это, меня просто это потрясло, понимаете, он встает перед ней на колени. Хорошо, он встает за, так сказать, ну, ошибкой вышла, это понятно, так сказать, чтобы развертить обстановку и так далее. Друзья, но она разве достойна, чтобы перед ней на колени вставал ведущий федерального телеканала? Или там вообще принципов нет никаких? Как можно встать на колени перед тем, кто поносил твою родину? Да никогда в жизни. Никогда. Только с гордо поднятой головой до последней, что называется, капли, значит, защищать свою родину. Что бы ни было и как бы ни было, это наша родина, это наша страна. Это наше государство, в котором мы живем. Меня это просто потрясло. Я не знаю, видели ли вы это или нет, может быть, услышали. Напишите просто ваше мнение в комментариях, то он будет интересен не только мне, другим зрителям. Друзья, подписывайтесь на канал, с вами был Будда Гришна. Да, меня это действительно просто потрясло, вот это, это просто, мне кажется, выходит за рамки вообще какого-либо понимания, и мне кажется, люди не до конца оценили вообще, что случилось, понимаете? встал на колени, ну встал, вы понимаете, что есть люди, которые в свое время делают заявление ради своей собственной выгоды, перед которыми нельзя потом вставать на колени на земле нашей родины. Вот это самое главное. Ставьте лайк и дизлайк, кому нравится, не нравится, друзья. Также напоминаю, что есть инстаграм, можете прислать новость, если чувствуете, что она интересна и хотите, чтобы она прозвучала в эфире, какие-то фотографии из моей жизни, прямые эфиры, не пропускайте, подписывайтесь на инстаграм Будда Гришна, нижнее подчеркивание единичка на латинице и на русском Будда Гришна в поиске инстаграма рядом, инстаграма рядом три российских флага. Всем пока, друзья, до встречи.